Доброе утро, друзья! Сейчас мы будем представлять вам нашего утреннего гостя. С удовольствием представляю вам сценариста и режиссёра Адильхана Ержанова. Адильхан Ержанов. Режиссёр, сценарист, оператор. В детстве лепил из пластилина различных персонажей. Победитель многих международных кинофестивалей. Выиграл конкурс за лучший сценарий на постановку анимационного фильма «Коза Курпеш» и «Баян Сулу». Адильхан, доброе утро! Большое спасибо, что уделили нам время. Спрашивать, с чего началась ваша любовь к кино и к режиссуре, наверное, было бы слишком как-то, наверное, просто. Но вот я знаю, что нам тут сообщили, что вы в детстве были очень увлечены лепкой из пластилина. Ну, в принципе, да. Я любил лепить, наверное, как многие дети. Но вы лепили просто вот какие-то куклы или вы лепили какие-то истории уже всё-таки? Ну, конечно, первостепенно была история. То есть, может быть, я не так хорошо лепил, но мне было важно передать какие-то события, какие-то характеры. Для этого я занимался пластилином. Готовые игрушки всегда были немножечко скучны. А вот как это пришло осознание ещё в детстве по поводу кино, режиссуры? Какое-то, может быть, подсознательное что-то? Ну, конкретно я решил стать режиссёром где-то в 13 лет. Это вот началась эпоха пиратского телевидения, появлялись вот фильмы зарубежные разного плана. И тогда я понял, что вот все эти идеи, которые я до этого выражал в пластилине, в комиксах, они абсолютно без потерь адекватно могут быть воплощены в кино. И там на меня не будут смотреть, как на Чудика, который выйдет из пластилина. Хорошо. Ну вот помимо того, что вы успешный, не побоюсь этого слова, режиссёр, да, вы ещё и сценарист. Да, я знаю, что в 17 лет вы получили свой первый приз и как раз за вашу сценарную работу, да? Да, ну, я... Мне, конечно, повезло, это благодаря вот Арману Карабаеву, Андрею Филимонову, они отобрали мой конкурс из некоторого числа сценариев. Вот, и тогда... Это сценарий был анимационного фильма, да? Да, Куза Корпеш, Баян Слу. Да, и тогда мне немножечко снесло крышу, я подумал, о, я умею писать сценарии. Но потом, конечно, пришлось много учиться, чтобы, ну, как-то состояться в кино. То есть вы тоже этого не избежали, с носа крыши, да? У режиссёров тоже есть звёздная болезнь? Ну, определенно. Я думал, только артисты подвержены. У них есть такое, знаешь, они владеют миром, инженера человеческих душ, да, я всё могу. А вот скажи, вот ты говоришь, ты писал, и вот учёба, вот скажи, она даёт что-то? Всё же меняет что-то или это... Учёба даёт две очень важные вещи. Это среда, общество, друзья, люди, которые могут как-то тебя подтянуть. И второе, это, конечно же, практика. То есть учёба, это всегда практика, и ты пытаешься, может быть, плохо, может быть, хорошо, но создавать что-то своё. Поэтому учёба, конечно, она нужна. Хороша вот с этой точки зрения, да? А так, мне кажется, ты, наверное, Рос, всё же, наверное, смотрел много хорошего кино. И много плохого тоже. И плохого. А, понятно. Что смотрят режиссёры вообще? Вот ваши пристрастия? Просто вот как зритель, какое кино вы любите? Ну, честно сказать, я очень давно уже не смотрю до конца фильмы. Очень редко смотрю, досматриваю до конца. То есть предсказуемо всё, да? Ну, наверное, меня больше интересует форма, меня интересует подача, а она редко бывает оригинальной. Интересная, да. Согласна. Всего же несколько сюжетов, как правильно, да? Увы, 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 не могу не согласиться. Да, если бы я был сценаристом, наверное, я бы досматривал, ну, фильмы просто из желания узнать, как сценарист выкрутился вот в финале. А как он вышел на коду, да? Да, да. А так как режиссёры им интереснее всего форма, мне, конечно, ну, как бы, тут уже, наверное, с первого кадра можно понять, есть там стиль, где его нет. Вообще подача, да. Форма, подача жанра и так далее. Друзья мои, мы продолжим совсем скоро. Буквально на минуту мы уходим на наши новости без политики. Друзья мои, мы вносим в нашей гостиной и напоминаем, что у нас в гостях режиссёр и сценарист Адильхан Ержанов. Адильхан, вот ты всё-таки сломал какие-то стереотипы, и, насколько я знаю, ты говоришь о том, что кино не обязательно снимать за большие деньги, что бюджет – это не самое главное. Это так? Видите ли, я считаю, что если человек хочет заниматься искусством, то для него не будет преград в виде материальных каких-то требований. И я считаю, что если люди хотят делать кино настоящее, а настоящее кино – это всегда независимое от какого-то диктата, от какой-то цензуры. Вот. Ему так или иначе придётся работать с маленькими бюджетами. Для меня хорошее кино – это прежде всего интересная история. Да? Вас, то есть, как сценариста, вы наверняка с этим не можете не согласиться. Насколько я поняла, Адильхан – это не самая главная самоцель история. Я всегда борюсь с сюжетом, как ни странно. Мне кажется, что единственное препятствие на пути хорошего фильма – это сюжет. Потому что зачастую сюжет, он заставляет как бы иллюстрировать историю. Да. А всё-таки кинематограф, как и искусство, начинается там, где вот кончается история, и начинается что-то неподвластное иллюстрации. То есть это не детектив, за которым прям нужно так следить и знать, кто убийца, да? Да. Может ли авторское кино быть кассой? Ну, вы знаете, когда кино ещё не было настолько, ну, даже можно назвать 76-й год, когда вышли «Челюсти», до 76-го года балом проявили критики. То есть критики могли отбирать какие-то фильмы из проката, что понравилось, и их читали, они популяризировали фильмы. Тогда «Крестный отец» мог стать чемпионом проката. Сейчас «Крестный отец» провалился бы с точностью, ну, до 100%. Да, совершенно верно. Неизвестные актёры, там, сколько, почти трёхчасовой формат. Сейчас бы он провалился, ни одного спецэффекта. Массовая индустрия стала массовой индустрией. Раньше кино было более... Элитным каким-то... Элитарным. Да, да, да. Оно было маленьким, было меньше копий. Сейчас это ширпотреб. Да, и поэтому я считаю, что, ну, как это ни печально, но чем более популяризируется какой-либо вид искусства, тем меньше в нём искусства остаётся. Да. Ну, это не популярное мнение, конечно, но это так. Адильхан, я знаю, что вы сейчас работаете, сидите в монтажной. Это какой-то ваш очередной шедевр. Расскажите немного о своём новом творении. Это мой очередной малобюджетный фильм. Мы его снимаем своими силами, то есть с группой друзей-энтузиастов, несмотря на то, что они друзья, они все профессионалы. О сюжете я пока ничего говорить не буду, наверное, после выхода. Вот. А так перспективы у этого фильма, ну, конечно, не коммерческие, не прокатные. То есть я занимаюсь самовыражением. Вот. И поэтому всё, что я могу сказать, то, что фильм выйдет, его где-нибудь увидят, а какой будет и не будет, какого-то там восприятия плохого или хорошего, я не знаю. Скажи мне, пожалуйста, кажется, это тебе принадлежит фраза, что я должен так снять кино, что если я его не сниму, то умру. Это ты так считаешь? Я считаю, что вообще любым делом нужно заниматься так, что ты должен быть готов отдать свою жизнь за своё дело. Браво. Да, да. Иначе никак. Если не любишь то, что делаешь, оно и не получится. Хорошо. Большое спасибо вам, Адельхан, за эту беседу замечательную. И в завершение мы, как всегда, наших гостей по традиции просим нашим уважаемым телезрителям что-нибудь пожелать в это замечательное осеннее утро. Ну, я желаю, прежде всего, хорошего настроения и не обращать внимания на какие-то мелкие неурядицы. Всегда видеть перед собой цель. Это самое важное. Адельхан, большое спасибо за то, что уделили нам время. Друзья мои, на этом свою работу программа Жанаку на телеканале Хабар заканчивает. Мы желаем вам замечательного рабочего дня и до новых встреч. Увидимся. Пока.